Идет почва, слой мазута, и потом опять почва. Ой, я проваливаюсь. Глубина здесь, говорят, очень большая, может увязнуть и человек, и корова. Узнали, что минимум как 50 лет оно находится там, а то и еще дальше. Мы зарубку делаем на дереве, оттуда смола черная течет. Кто у нас в Брянской области примет такую заразу. Частный сектор с одной стороны, густой тенистый лес с другой. Обилие зелени, кислорода и живности буквально в трех шагах. Хочешь гербарий собирай, хочешь муравьев изучай. До станции Снежицкой подать рукой, от ландышей, ягод и грибов, любителей тихой охоты отделяет только железная дорога. Казалось бы, тишь да благодать, но стоит слегка углубиться в чащу, как пейзаж резко меняет краски. Местные обходят этот участок стороной, не один год и даже десятилетия исключительно в обход. А вот чужакам бродить в одиночку крайне не рекомендуем, под ногами сплошной кисель. Ой-ой-ой, я проваливаюсь. Пару сантиметров почвы, слой мазута и снова почва. Все обильно поросло лесными травами. Деревья высокие и крепкие, а прямо за лентой десятки или даже сотни тонн вязкой черной жижи. Глубина здесь, говорят, очень большая, может увязнуть и человек, и корова. Все это смешалось с болотной жижей и поросло моком и лишайниками. Не всегда можно заметить, но пробовать на себе и испытывать судьбу явно не стоит. Тайна, покрытая мазутом, начала постепенно раскручиваться около года назад. Причем произошло это, как нередко бывает, абсолютно случайно. Обратился предприниматель и попросил помочь решить вопрос по вывозу вот этих отходов нефтешламов с территории нашего местного фонда. Начали разбираться, выехали, обнаружили, составили протокол. Разливы сначала нашли в полосе, отделяющей железную дорогу от леса. Пару сантиметров здоровой почвы, под ней 10-15 сантиметров грунта в перемешку с черной массой и снова почва. Налицо сход нефтепродукта с возвышенности в низину. Ширина загрязненного участка 3,5 метра, длина 90, площадь 315 квадратных метров. Ущерб окружающей среде без малого – миллион рублей. Откуда пришла зараза? Кто виноват и что теперь с этим всем делать? Больше полугода ответы на непростые вопросы искал следователь Роман Вареник. Виной всему, как выяснилось, стали безвестные, забытые и заброшенные блюдца с нефтью. Установили, что минимум 50 лет оно находится там, а то и еще дальше. Ну просто уже свидетелей в таком уважаемом возрасте тяжело найти. По факту загрязнения окружающей среды было возбуждено уголовное дело. Во время расследования отрабатывались разные версии. И о захоронении отходов бывшим химзаводам, и о нарушениях со стороны нефтепровода, и даже о запасливости мирных брянцев во время Второй мировой войны. В те годы народ поголовно отапливал жилища мазутом и вполне мог складировать излишки подальше от немецких глаз по лесам и полям. Ни одна гипотеза в итоге не подтвердилась. По бумагам нефти рядом со Снежицкой станцией вроде бы нет, а на деле... Скот домашний, коровы там застревали и в итоге погибали. Были случаи, когда дети также застревали, но слава богу, последствий серьезных никогда не наступало, всегда вытаскивали, успевали. Все, что удалось выяснить по архивам и опросам очевидцев, примерный возраст захоронения. Мазуту под Брянском как минимум 50 лет. Какое-то время он мирно покоился в заботливо оформленных кем-то ямах, а потом стал растекаться под землей и лесной подстилкой. Остальное на уровне догадок и предположений. Раньше как вот к командиру приходят, состав с топливом, а у него все баки полные, куда им девать емкость. Он кран открывал и с земли все уходило. И люди сейчас до сих пор ямочку выкопают и солярку оттуда вычеркивают. Это все еще. По данным лесоустройства, которое проходит раз в 10 лет, здесь уже проведено 5 лесоустройств, специалистами это загрязнение не было выявлено. Как вы видите, наслаждение находится в хорошем состоянии, напочечный покров то же самое, население здесь собирает грибы, ягоды, чернику, и как бы проблем особых нет. Поводов для паники не видят ни МЧС, ни департамент экологии. Возгорание здесь маловероятно, лесники бдят круглосуточно. Пробраться к жилищам мазут тоже не сможет. Во-первых, особенности рельефа, во-вторых, железнодорожный путь, в-третьих, не самая удачная попытка железнодорожников своими силами устранить впоследствии растекания мазута. Кто у нас в Бернской области примет такой заразы? И заставили их, чтобы нарушений не было, назад вернуть эту землю, откуда вынули. Раскопать-то загрязненную полосу отвода железнодорожники раскопали, но рекультивировать участок не смогли. Тут нужен особый подход. Первое – это обследование участка. Проводится изыскание на местности, бурение, определение объема и вида загрязняющего вещества. Дальше на основании этих документов разрабатывается проект рекультивации. После того, как деньги будут выделены, мы сможем подключить специализированную организацию для ликвидации этого загрязнения, в последующем рекультировать его и посадить здесь лесную культуру. Теперь дело за региональными властями и федеральным центром. Вернуть здешним местам первоначальный вид по силам федеральному проекту «Чистая страна» национального проекта «Экология». А для этого нужно сначала попасть в государственный реестр объектов накопления вреда окружающей среде. Соответствующее заявление в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации уже направлено. С надеждой на скорое решение следить за развитием событий будут Светлана Дробкова, Сергей Дюков. События. Брянск и Брянский район.